Всем привет, это Филислав. В этом видео я расскажу вам о программе OpenEMO. Это эмулятор всех популярных консолей, начиная от каких-то Atari и заканчивая PlayStation 1. Сейчас это очень актуально, потому что Sony выпустил PlayStation Classic, свою железную коробку, которая именно ей дает железо, эмулятор, и в который набирает популярность. Многие играют, но у нее есть много недостатков, и плюс она стоит 10 тысяч рублей, а эмулятор совершенно бесплатный, вы на своем Mac можете приобщиться к миру ретро-гейминга, поиграть в игры от Dendy, от Sega, от PSP, от Super Nintendo. Все это в одной программе совершенно бесплатной, про нее я вам расскажу. Также расскажу вам о каких-то основных проблемках, с которыми вы можете столкнуться. Они незначительные, но тем не менее они присутствуют, и особенности тоже свои есть. Также эта программа как бы знаменита тем, что она поддерживает контроллеры, и вы можете спокойно играть с джойстиком, не портив вашу клавиатуру, не стучав по ней. С джойстиком от Xbox One, либо от Xbox 360. Об особенностях работы каждого из этих контроллеров я также упомяну в этом видео. Надеюсь, оно будет вам интересным и полезным. Поехали! И еще одна небольшая такая правочка. Это видео будет записано вживое, оно будет записано как своеобразный такой подкаст. Я буду вживую делать что-то и комментировать, поэтому небольшие оговорочки. Я думаю, вы меня простите, и какое-то мое вкусноязычие. Итак, чем же примечательна данная программа? А примечательна она тем, что, запуская ее, вы получаете все эмуляторы практически в одном месте, то есть в одной программе. Посмотрите, здесь есть от Atari 2600, и пошли дальше Atari, Atari, потом Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo, Nintendo DS, Nintendo 64, два даже есть у меня игры Mario Kart и Paper Mario здесь. И также вы получаете все SEGA, Sony, PSP, вот здесь Final Fantasy and All Legends, это я добавлял. PlayStation 1, это очень актуально, видите, здесь вот Knockout Kings, у меня Box, как бы игра добавлена. Но сейчас вообще первая PlayStation очень популярная, и поэтому даже Sony выпустила переиздание ее такое себе. Но здесь это все бесплатно, не надо платить 10 тысяч рублей, вы покупаете, ой, не покупаете, а скачиваете эту программу бесплатно, и получаете, в общем-то, то же самое, даже еще и работающее более-менее хорошо. В чем еще плюс этой программы? Она работает с геймпадами. Для того, чтобы она работала с геймпадом, вам надо поставить утилитку, сейчас я покажу, как она выглядит. Ссылочку я постараюсь оставить в описании, называется она Xbox 360 Controllers. Вот она, это драйвера для контроллеров от Xbox 360. Сейчас девайс не подключен, я подключу его в игре. Но давайте я даже подключу сейчас. Итак, Xbox 360 девайс проводной, естественно, не беспроводной, вы подключаете. Отключаете, вот он у вас завелся, все. То есть, в чем прикол этой программы? Вы запускаете игру, допустим, пускай это будет на Sega. Это Блогермен. И здесь уже в настройках управления, вот, редактировать управление к игре, все, как бы, кнопочки уже прописаны от Xbox 360. Вы смотрите, какая кнопка за что отвечает, уже все стики прописаны, и вы играете спокойно. С контроллером от Xbox One такого не происходит, и вам все кнопки надо переназначать. Сейчас я покажу, как это выглядит. Смотрите, допустим, мы сейчас остановим эмуляцию. Вот, вытащим контроллер от Xbox 360. Это аналог контроллера, это не чисто Xbox 360, это Speedlink, но он определяется и Windows'ом, как контроллер от Xbox 360. Старенький уже, поэтому грязный, не обращайте внимания. И, в принципе, это полный аналог контроллера Xbox 360, майкрософтовского, для Windows. Вот контроллер от Xbox One. Мы сейчас его подключим также. Он работает с теми же абсолютно драйверами, и, в принципе, в играх под Macintosh'ом тоже работает с этими драйверами, но в этом эмуляторе есть один такой вот небольшой минусик, он не определяет автоматические кнопки. Итак, видим, мы включили. Загорелся у нас значок Xbox. Запускаем ту же самую игру. Но не важно, даже пусть продолжим. Настройки управления открываем. А, ну здесь нормально, кстати. Вот, прописалось, но вот этих просто нет. А сейчас мы, если запустим что-нибудь другое, просто в качестве эксперимента, потому что раньше у меня не определялось. Странно. Остановить. Ну, давайте, допустим... Так, вот, от Super Nintendo. Запускаем Chrono Trigger. Заодно смотрим, что все работает. Видите, абсолютно без тормозов. Нормально играется. От PSP некоторые игры так не совсем прям здорово ворочаются, но в целом играть можно, особенно в ней очень прям вот требовательные. Как бы эмулятор иногда не совсем справляется, но он, в общем-то, обновляется регулярно. Поддержка macOS Mojave есть. У меня здесь Mojave последняя стоит. Поэтому, кто вообще будет сомневаться, скачивайте, будет работать. Единственное, что хочу сказать, в момент первого запуска эмулятора, как только вы его поставили, OpenM, вы должны... В общем-то, у вас должно быть подключение к интернету, иначе эмулятор выдаст ошибку. Если у вас подключение есть, но здесь вот сейчас нормально. То есть, все. Контроллер видится. Это хорошо. Раньше у меня почему-то не видел контроллер, возможно, что-то обновилось. Ну, сейчас это просто... Или потому, что был первый запуск эмулятора, сейчас мы перезапустим для частоты эксперимента его совсем. Он у меня был именно с Xbox 360. Хотя, возможно, все работает. Итак, закрываем программу. Открываем ее по новой. Запускаем Chrono Trigger. Продолжаем. Итак. Редактировать управление. Нет, смотрите, и с Xbox One, с каким контроллером, тоже все работает. То есть, у вас автоматически все прописано. Up, Down это вот крестик. И все кнопочки. Можете посмотреть, что за что отвечает. Ну, Chrono Trigger какая-то странная игра. Давайте запустим что-нибудь другое. Я сам... Это RPG. Поэтому это все долго будет разворачиваться. Но для любителей RPG это, в принципе, нормально. Так, давайте я вам Nintendo 64, Mario Kart. Вот, видите, я спокойно управляю. И у меня переключается абсолютно все работает. Графику вы видите сами. То есть, кто любит ретро-гейминг, это программа Must Have. Она абсолютно бесплатная, может скачать с официального сайта и играть в свое удовольствие именно в старенькие игрушки практически от всех известных консолей. Я не помню уже о управлении, я просто вам запустил для теста эту штучку, чтобы показать, как это все работает. Вот вы спокойно даже управляете стиком. То есть, главное, проводной джойстик, драйвера от него и ваши любимые игры. И все, скачивайте для любой консоли. Сайтов сейчас полно. Ретро-гейминг входит в свою популярную стадию, поэтому вы можете абсолютно спокойно играть. Показал вам кусочек, что все работает. Итак, устанавливаем эмуляцию. Игры добавляются очень просто. Вот у меня на жестком диске, допустим, есть папочка с эмуляторами. Вот от PSP берем любую игру. Но пусть это будет там God Interbus. Неважно, куда, перетягивайте просто ее на окошко программы. У вас здесь появляется сканер игр, он ее сканирует и добавляет в библиотеку. Для некоторых игр при подключении компьютера к интернету сейчас у меня не подключен, поэтому обложечка не загрузится, но грузятся обложки. Вот, игра загрузилась, просто это была PSP, она была довольно большая. Видите, вот она появилась, God Interbus. Вот. А так прогружаются обложки для некоторых игр, и вообще ваша коллекция смотрится очень даже так весело и упорядоченно. В общем-то, эмулятор must have для бесплатных вот таких видеоигр. Не надо качать ничего отдельно, все четко, у вас вся библиотека хранится в одном месте, вы просто выбираете консоль и выбираете, во что вы хотите поиграть. И, в принципе, играйте. Вот, давайте запущу вам от PSP-шки, показать, как это идет. То есть, я не разворачиваю экран, чтобы разрешение не страдало, мне как бы и в таком окошечке поиграть не западло. Ну, а кто хочет прям вот абсолютно четко на весь экран, естественно, разверните. Сейчас покажу вам, как это делается. Вот даже здесь можно. И вот так же вы играете как бы на весь экран. Ну, естественно, шрифты у вас, ну, как не на PSP, а как на довольно старенькой консольке. Но, в целом, все работает, видите, здорово. Здесь переключение идет именно кнопочками, стрелками. Также есть сохранение, все четко работает. Это я когда-то, наверное, пытался во что-то поиграть. Вот, видите сами. Но чуть-чуть гамма тут надо поиграть. Здесь настройка контроллера, все, контроллеры эмулятора, все это есть. Но, в целом, играть можно и довольно неплохо. Показываю, как есть. В целом, программа у меня оставила очень положительное впечатление. Как бы, у меня к ней претензий особо не было. Какие-то образа работают от PSP-шки, особенно не совсем корректно, но это не так уж и как бы бьет по вам. То есть, есть куча других игр, которые работают нормально. Естественно, что при, конечно, Game Boy Advance, допустим, это все выглядит, ну, как бы вполне себе в графике Game Boy Advance. У тебя что-то с J-Stone случилось? А вот, мы выбираем Xbox One контроллер. И вот тут, видите, когда мы выбираем вот здесь Xbox One контроллер, о чем я говорил, кнопочки ушли. А в те игры, значит, я, в принципе, играл. А, тут аналоги надо проставлять. ADPAD правильно. И видите, вот тут, что приходится прописывать, это вот LEFT аналог, это вот в этом плане не очень хорошо. И у вас оси могут как бы не совсем корректно прописаться. Это надо делать очень аккуратно. Вот в этом минус. Если же вы подключаете не от Xbox One, допустим, а от Xbox 360 контроллер, то все автоматом прописывается. Вот, сейчас мы это даже наглядно вам продемонстрируем, о чем я и говорил. Что от Xbox One не всегда он корректно работает, а от Xbox 360 подхватывается мгновенно, видимо, потому что эмулятор изначально был заточен. То есть смотрим еще раз редактировать управление к игре, и заместо клавиатуры мы выбираем официал Microsoft контроллера, вы видите, все кнопочки, они автоматом прописаны, все стики, которые участвуют в игре. Вот. В этом плюс большой контроллера от Xbox 360. И он уже работает. Так что вы можете спокойно играть в ваши любимые игры от PlayStation 1, от разных PSP-шек. Ну, надеюсь, что мое видео было вам полезно. Я показал вам проблему, с которой вы можете столкнуться в данном эмуляторе. Показал сам эмулятор. И, в общем-то, кто заинтересован в мобильном, ну, не в мобильном, в ретро-гейминге, извиняюсь за оговорку, потому что пишу я это видео вживую. В общем-то, тот вот найдет эту программу очень даже привлекательный, на мой взгляд. Возможно, кто-то об этой программе уже знал давно, потому что проект не совсем новый. Но, возможно, кто-то не знал, так как я, вот, примерно, пока не решил поиграть в какие-то старенькие игрушки на своем Mac. То есть ссылочки на официальный сайт я оставлю в описании к этому видео, этого эмулятора. Постараюсь оставить ссылочку на дрова для Xbox контроллера тоже, но он находится просто по гугловскому запросу драйвера для контроллера Xbox 360 для Mac. Поэтому вы можете, как бы, ссылку даже не искать, а программа называется Openemo, вы также ее можете загуглить и вам выдаст ссылку на официальный сайт, откуда вы можете ее совершенно бесплатно скачать. А на этом у меня все. С вами был Филислав. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал, оставляйте ваши комментарии. Пока!